Виктор Зубарев в 2018 году поддержал путинское повышение пенсионного возраста до 65 лет, объяснив это тем, что люди в России стали жить дольше и активнее. Такое решение поднять пенсионный возраст россияне встретили с большим негативом, а особенно те, которым до пенсии оставались считанные годы. Людям пришлось работать минимум на два года больше, а другим и на все пять. Пять лет это довольно большой срок, особенно когда тебе уже 60. Депутаты это решение мотивировали тем, что срок жизни людей увеличился. Но вот только на деле в России он не увеличился, особенно у тех, кто работал физически. Этот закон стал самой большой кражей и обманом российского народа. Если посчитать сумму денег, которую потеряли люди в масштабе страны, то Мавроди со своим пресловутым МММ по сравнению с правительством России – маленький ребенок. И это все при условии, что средняя пенсия по России – 20 тысяч рублей. И вот вчера депутат Зубарев умер, ему было 62 года. Многие это назвали наказанием судьбы. Он сам на своем примере доказал, что в России до пенсии дожить удается далеко не всем. И получается, человек всю жизнь работает, с каждой зарплаты он отчисляет 5% в пенсионный фонд, и до пенсии большинство не доживает. Деньги пропадают в бездонных карманах правительства. Отсюда получается вывод, зачем отчислять деньги, если толку от этого не будет. Средний возраст жизни мужчины по России – 65 лет. А в холодных регионах и на физически тяжелых специальностях – 61 год.